Снежана Николаева Снежана Николаева Снежана Николаева Снежана Николаева Снежана Николаева То есть, наверное, все нервничают, все волнуются, что нужно все это сдать, что все это страшно. То есть, насколько вообще важно, нужно обращаться с каким-то дополнительным образованием? На самом деле, как я всегда говорю, ЕГЭ и ОГЭ сдать легко. Просто это получается как бы нововведение в нашем российском образовании. А как всегда, знаете, переход с старой системы на новую всегда испытывают какие-то трудности. Поэтому больше ребята даже психологически напуганы. Но мы по поводу этого проводим, конечно, очень сильную подготовку. Мы даже устраиваем такие пробные экзамены. Как раз у нас в воскресенье был экзамен по биологии. Но я пыталась ребят пугать как можно. Мы там привели фотографы, комиссию, снимали их. Они там все раскраснились. Но то есть мы, в принципе, получили результаты. Они уже находились более в приближенной обстановке. Я думаю, кто проходит через наш центр, а потом в конце года вообще не будет испытывать никаких трудностей при сдаче ЕГЭ и ОГЭ. Но готовиться надо. Надо заранее готовиться. Потому что сейчас, к сожалению, в школах не хватает аудиторных часов. И поэтому ребятам нужно более углубленно копаться в предмете. И даже некоторые темы не затрагиваются. Ну и даже не то, что проблема школ. Это проблема нового образования. Но это даже не проблема. Потому что системы России построены так, в качестве образования, чтобы ребенок уже сам мог самостоятельно больше информации добывать. Ну вы сами знаете, если мы больше читаем, развиваемся, то, естественно, мы становимся умнее и сильнее. И таких ребят мы хотим воспитать. То есть, как я говорю, мы воспитываем будущее России. Наши ребята все уникальны. Они занимаются спортом, искусством, наукой. Ну вот вы говорите 20 человек. То есть это, я так понимаю, первый опыт учебного центра на данный момент. Да. В этом году мы только за два месяца у нас уже 20 ребят. А в городе Москве мы существуем уже три года. И то есть наш московский филиал выпустил около 800 ребят. Также успешной работы у нас есть записи, то есть видеозаписи, видеоотзывов от Московского учебного центра «Годограф». Где там очень много положительных отзывов ребят, которые прошли это обучение. Потому что мы, вот в нашем, как бы в нашей системе учебных центров «Годограф», как в федеральной сети России, является основным главным это ребенок. Как я говорю, ну дети приходят, и я говорю, вы тут самый главный. То есть мне можно говорить, все, здесь главное не преподаватель, а вы. То есть мы решаем все ваши проблемы, даже не касаемо того предмета, который вы к нам приходите. Также мы можем помочь там выполнить домашнее задание по остальным другим предметам. Ну то есть мы постоянно на, как бы ВКонтакте, и мы постоянно общаемся. Наши ребята могут спокойно в течение недели общаться с нашими преподавателями. А вообще вот в каком режиме работает учебный центр? То есть ребенок целый день учится, да, грубо говоря. А вот когда найти время и когда есть время у учебного центра, чтобы принять этого ребенка в свои пенаты? Ну вот как это, мне тоже звонили, как вы работаете? Я всем отвечаю, мы работаем круглосуточно. То есть если есть, когда дети во вторую же смену учатся. Мы делаем так, чтобы, то есть ребятам было удобно прийти к нам в любой момент. Это расписание составляем так, чтобы было удобно и им, ну группы формируемые. Мы постоянно переносим, если кто-то не сможет, кто-то уезжает. Потому что у нас очень много спортсменов, вот дзюдоисты, лыжники, кикбоксеры, каратисты. И, соответственно, из-за того, что они постоянно отсутствуют в школах, да, у них проблемы. И мы стараемся под них подстроиться. А, да, работаем мы, ну, как правило, после двух часов, все-таки, первую смену, да, у нас получается. И даже до 10 часов вечера у нас проходят занятия. А в среднем сколько занимает времени занятие, да, вот для ребенка, например, если он соберется туда идти? А как бы в неделю, в день? Одно занятие у нас длится два часа по каждому предмету и проводится раз в неделю. То есть у нас программа составлена так, ну, за это время мы за год должны успеть все дать, потому что у нас есть специальные разработки, и они именно направлены на ЕГЭ и ОГЭ. Ну, я все равно ставлю своих преподавателей как можно больше давать интересной информации, потому что, ну, кто, как не, да, научные специалисты могут донести это для ребят, тем более сейчас это, ну, как бы актуально, и проблема, проблема, потому что мы не можем сами черпать вот эту новую информацию. А, то есть обучение, по сути, занимает год? Или, как бы, чем раньше просто ребенок придет, тем лучше для него, тем быстрее он успеет получить? В идеале год, да, но сейчас есть проблемы, потому что детям приходится сдавать не только один предмет, да, у нас получается 4 обязательных там, потом планируется в 9 классе уже 6 вести обязательных. Ну, вот кто приходит к нам в этом году, допустим, на русский, на математику, ну, я стараюсь сделать так, чтобы они за этот год получили как можно больше информации, чтобы на следующий год мы можем дополнительно готовиться. Пусть они придут к нам на другой предмет. То есть, ну, желательно, как я говорю, я даже от детей, ну, требую, то есть, если вы к нам пришли, это не мы вам должны, а вы нам должны, у вас должны быть пятерки, вы должны учиться. За этот год мы подтягиваем один предмет, а за другой, ну, на следующий год это другой предмет, но это, если касается восьмой класс. Девятый класс, конечно, одиннадцатый класс, это уже серьезная подготовка за один год, и как можно раньше надо определиться и с поступлением в ВУЗ, и там, и в колледж, потому что, ну, сами понимаете, сейчас очень сложно, сложно, да, в добыче информации, очень много детям, ну, надо знать, и даже порой сидишь на этих предметах, сама ничего не понимаешь, что они там изучают. Вот, кстати, расскажите про преподавательский состав учебного центра. Да, относительно нашего преподавательского состава мы очень долго его искали, все лето мы проводили собеседования, к этому я очень критично отношусь. То есть в основном у нас большая часть из радиоакадемии, это аспиранты, как показывает практика, те, кто прошли сами на себе систему ЕГЭ, ОГЭ, они легче, могут доступнее объяснить это ребятам, потому что они сами переживали такую ситуацию. То есть они были в этой уже новой системе, но они были как бы первопроходцами. И единственный, да, у меня критерий, то есть ты должен именно, вот если, например, физик, увлекаться физикой, то есть он продолжает обучение или работает, ну, что касается физики, и сам должен пройти эту систему ЕГЭ. Таким образом, ну, мы даже психологически попадаем с преподавателями и с ребятами. Ну, вот пока всем нашим ребятам нравятся наши преподаватели, то есть все от нас к нам приходят с улыбкой и уходят от нас с улыбкой. Ну, как вообще считаете, вот введение этих экзаменов, оно положительно скажется на образование наших детей? Конечно, положительно. Я всегда за новые введения, потому что они всегда лучше, чем старые. Хотя, говорят, советское образование, да, было лучше, но мы сейчас не можем определить качество нового образования, потому что должно пройти какое-то время, да, там лет 10. Естественно, это лучше, нас, мы эти, ну, новшества должны привести к тому, что мы должны быстро, 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 как бы быть, ну, добывать эту информацию, быть разносторонними. То есть если человек, допустим, ну, тот же ученый, он физик, он увлекается физикой, но кроме физики он ничего по жизни не знает, да. А мы таких воспитываем ребят, которые будут разносторонними практически во всех науках, естественно, очень хорошо для нашего российского образования. То есть это, получается, намного-намного сильнее будет, ну, и наше образование станет, ну, как я говорю, самое сильное потом в России и в мире. Ну, и скажите, куда идти для того, чтобы подтянуть ОГЭ-ЕГЭ? Конечно же, в наш центр. Мы вас с радостью ждем. Мы расположены по улице Синой, дом 8, офис 16А. Это находится на площади Лени, там опознавательный наш признак – это магазин «Коралл». Нашим телезрителям напомню, в гостях у меня сегодня была Снежана Николаева, руководитель учебного центра «Магадограф». Увидимся! Субтитры подогнал «Симон»!